В начале работы нашей секции я хочу предоставить слово Михаилу Александровичу Погодаеву, заместителю министров по развитию Арктики и делам предыдущих муравчисленных народов в Северном. Добрый день, уважаемые участники. Я уже сегодня на открытии конференции говорю, поэтому я уже коротко скажу о том, что наша конференция «Арктический лектор» проходила так же временем, и многие из вас были участниками, потому что тема нашей конференции как раз-таки касалась устойчивой лидии карьеры по развитию Арктики и делам предыдущих муравчисленных народов в Северном. В этом году конференция в прошлый раз это проводилось государственным комитетом по главу Арктики. Вы знаете, все эти преобразования, все они созданы в Министерстве по развитию Арктики и делам города в Северном. Все полномочия по источному развитию карьеров в Северном Северном, в том числе и делам нашего министерства. Я как заместитель министра курирую именно в этом направлении. Поэтому в этом году министерством было принято решение обсудить именно стратегию развития арктической лидии в Северном и Северном. Обсудить какие предложения от научного сообщества в плане корректировки и совершенствования тех мер, которые мы смотрим в стратегии развития, потому что это впоследствии будет уже отразиться на разрабатывании госпрограммных разведений арктической лидии. Мы тоже эту работу ведем. И наши ожидания от нашей сегодняшней работы, от вас, от идти на конкретные предложения стратегии развития арктической лидии в части обеспечения интересов корректированных вооружений в Северном и ваше предложение после программы. Это, конечно, работа очень сложная. Я вообще сейчас вспоминаю те времена, когда существовал институт проблем в Северном, который на самом деле разрабатывал непосредственно все концепции, все программы и документы. Вот нам бы, конечно, хотелось бы вырубить, не то, что вернуться в это, но мы возлагаем науну очень большие свои надежды. Давайте я призываю вас вместе, чтобы не было таких людей, занимаясь научными исследованиями, мы понимаем, что госуправление, но нам нужно это свести. Мы госуправление используем иден, от battling, которые будут научно обоснованны. Действительно, реальное будет партнерство между государствами и наукой. К этому я вас призываю сегодня, чтобы ваши выступления были ориентированы на то, чтобы предложить какие-то конкретные методы, что мы можем предусмотреть в стратегии и какие-то целевые установки на стратегии. Потому что сегодня то, что есть, меня, наверное, не совсем удовлетворяет. То, что сегодня я вас предупреждал. И по господинам, это тоже нужно очень конкретные ваши предложения. Прямо какие мероприятия можно предусмотреть, ну а мы уже будем по конкретическому основанию дальше работать. Ну, хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров. Институт гуманитарных исследований, правдивого общества, народного исследования, Северского объединения, Российское объединение наук и наше постоянное участие в подготовке этой конференции. То, что мы сегодня в стенах вашего института находимся, тоже очень имеет большое значение для нас в этом ламбинаре. Также, конечно, всем, кто принимал участие в организации, например, и Академию, и Северную форуму, международная организация, как и Северо-Восточная федеральная университета, кафедра юниверситета, которая тоже проводит очень большую работу по вопросам к реаниму, по-моему, с Болом Северой и вообще адаптации глобальной определенной памяти. Ну, на этом я, наверное, завершу, да, свое выступление, короткое, и хотел бы сказать, что я предлагаю после себя, что после меня выступил в результате «Болтового поколения», мы очень часто, ну, как бы, может быть, в силу жизненной такой жизни, только на своем сосредоточении, очень редко слушаем детей наших, нашу молодежь, вот, потому что, наверное, мы должны основывать, ну, конечно же, чем делаем в районе наших семей, в районе наших детей, вот, и должны основывать и знать о виде молодежи детей на будущее, да. И сегодня вот у нас в числе участников, у нас только в программе есть, это Петрова Ивановна Шансидинова, ученик первого класса, средний школьный мультфильм в районной институте. Мы сейчас ее позвоним, предлагаем послушать ее выступление, ну, как бы так, скажем, только для соединенного поколения, какие выстрелят наши молодежи, и потом уже, как бы, ставим слово наши представители науки. Наталья Леонид Шассидинова, я ее сестра, я ее сестра, я ее сестра, мы тоже здесь, поэтому у нее есть свое общение, у нее есть свое, я ее, я ее, я ее послушаю, у меня, я, в частности, работа этой секции, послушайте ее, пожалуйста, я ее на полу, Добрый день, эксперты и участники. Меня зовут Ивана Петрова. Я представитель семейного движения по республике Сахайя-Кутия, актера Айтын. Мир открытый и нового праздника. Что означает мое имя? Данная работа будет полезна и интересна всем. Поможет заглянуть в сегодняшний мой мир, прочитать тайны и угадать роль жизни. Влияйте имя человека на его характер. Объект исследования имя. Цель моей работы – объяснение значения своего имени. Задача – узнать о происходении и значении своего имени. Сделать вывод о том, подходит ли мне мое имя или нет. Правильно подобранное имя ребенку является налогом удачи в жизни. Меня назвали Мергеланой, потому что это имя выбрала сама. Из трех северных имен, а не Влина, а явно Мергелана, откликнулась улыбкой на свое имя. Я предполагаю, что это имя не подходит. Расшифровка слова «илкод» с якутского языка «эль» и «джитбере». Слово с «эленского языка» «илькель» – метка, знак несущий определенную информацию. Слово «код» – система условных обозначений сигналов и передающих информацию. Наши предки видели некую связь между именем человека и его характером, его судьбой. Ее пытаются доказать многие ученые. Они заметили, что у людей с одинаковыми именами проявляются сходные черты характера. На данное время я знаю, что имя Мергелана ношу только я. Может быть, это знак метка, или не быть, похоже на других. Мир. В моем имени спрятаны три слова – на русском, эденском и якутском языках. И вот я выяснила расшифровку моего имени. Мир. Мир на русском языке означает «спокойствие, согласие, вселенная». Мергиль. На эденском языке означает «доброе согласие» или «все вместе». И на якутском языке означает «доброе согласие». Дружба. Мир. 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 А само имя Мергелана звучит по-узбекски. Иль или Агора – посланец мира, миротворец. Илья. Я узнала, что происходение имени Мирбелана уходит корнями моих предков. Так как во мне течет кровь русского, якутского, эленского, элентийского, русбенского и паджийского народов. Говорят, что имя человека указывают на особенности человека, на его характер, положение в семье, а иногда и на профессию. Слово «мир» является сутком, корнем моего имени. Значит, я должна принести мир и радость. Меддит – это значит самый красивый узор мира. И я знаю, что узоры бывают разные, и они очень красивые. Каждый узор имеет свое значение. А слово «и» является суффиксом в моем имени. Значит, я должна быть в согласии с миром и хренистей. Мир добра с любовью. Выполняя исследовательский проект «Что означает мое имя?», я узнала много интересного о своем имени. Также я научилась находить полезную информацию и работать с разными ее источниками. Выяснила, что имя Меддитана пока еще не популярны, так как это имя придумала для меня моя мама. Но мое имя нравится мне и всем. Они говорят, что звучит красиво и необычно. Я думаю, что мое имя скоро станет популярным. Эта тема заинтересовала меня, стала мне интересной. И я думаю, что буду продолжать тайное исследование моего своего имени. Аналибрия, аналитик Игорь Кунин. Артер Айтын. Государственный язык. Гражданин Республики Сахак-Якутия. Надежная опора творят дыши. Государственный язык России. Гражданин Российской Федерации. Гражданин КМНС по республике Сахак-Якутия. Артер Айтын. Международный язык. Гражданин мира. Спасибо, что были со мной. Только начало. Спасибо большое. Центр единства. Аналитик. Аналитик. Аналитик информатор мира. Квадрат маленький. Иллюзия. Увидит все в другом свете. Мир единой державы. Останин КМНС. П casc. Год консолидации Республики Сахак-Якутия. Год театров России. Год языков коренных народов мира. Неугасающий свет. Дух единения. Ключ Арктики, Республики, Саха-Якутия. Единый международный союз мира. Род. Путь к единству и истинности. Семья. Дух единения. Семья. Основа фундамента. Сердце матери. Жигант. Якутия. Родной мой город. Якутия. Наш общий дом. Единая семья. Единая Россия. Арктика, Якутия. Компас мира. Республика, Саха-Якутия. Единый дух мира. Арктика, Российская Федерация. Единая держава мира. Мир единства. Истина. Благодарить. Компас. Указатель моего роста. Полярная звезда. Путеводная моя звезда. Север. Моя семья. Сила духа. Истина. Арктика. Вектор роста моего развития. Солнечные клубы. Мир вокруг меня. Центр. Семья. Музыкальный ключ. Год театра в России. Простые правила. Удачная формула. Легко, как по-носкому. Уважаемые взрослые. Указ на каст президента Российской Федерации. Майский прорыв. Здесь и сейчас. Наблюдайте соблюдатель за чистотой своих умов мыслей. Закон вселенной. Матери земли и природы. Увесный дар человек. Семья. Мини-государство. Фундамент. Опора. Устами младенца. Глаголем истины. Мы за всеми. Вместе. Успеху мира. Мир глазами детей. Основной двигатель 21 века. Человек. Храните в себе компас добра. Мира. Государственный заказ от одной едины. Семьи Российской Федерации. Эфор. Щип. Мечты. Даль. Киберс. Группа мира. Договор. Соглашение. Заряд зайдет Арктикой. Харпоз. Неугасимый. Свет. Дух. Единый. Следуй за мечтой. Остав свой след мечты столетий. Время. Лигер. Вызов. Новая эпоха. Новая эра. Берегите время детей. Время. Лагода. И мы не ждем. Когда вырастет. А действует. Нужное время. Нужный час. Одним. Единым шагом. Единый майский удар. Продук. А-а-а-т-а-ти-а-т-а. Махта-у-да-су-любили. Мировой ключ Африки. Путь инстит. Истина. Горы неравнина. 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 Дело в том, что позже мы расширили проект на Дальний Восток, оказывается, в других регионах практически детям, которые занимаются практически, и они были очень разные в нашей помощи, чтобы мы их заражили на этот портал и обращались. Но потом замокнули, что этот проект мог быть сетевым федеральным проектом, и вот на картинском фоне, конечно, я не сломал, и, в принципе, получили поддержку, что действительно проект мог быть сетевой федеральным проектом. Но после этого поступило предложение от Северного форума о том, что цифровая цифровизация языков и культуры, как раз из Севера, нам идет в городе, чтобы Россия стала в этом плане основным разработчиком этой стратегии. Дело в том, что мы этот проект на точке впечатления в основе Санканове, для приглашения социалистов в Министерство ведомственного, и которое, безусловно, однажды было однажды в нашем направлении, но это однажды направлено в окно создаваемый Министерство. И, соответственно, мы сцены на работе, в данном направлении. Так, ну давай первый проект. И второй проект, это у нас производитель гуманикатурной системы. Как вы знаете, в сумме имеют биографическое, радиовидение, радионета, поэтому, по идее, то, что у нас не заведует, и входит в лидеризованные места. По этому, вот, был другой проект, который позволяет, вот, совместно с перемещением, значит, вот, скачение, перемещать эту будочку, настраивать, получать интернет и иметь связь со всем миром. Это было, то есть более, первое, альтернатистно-фортовое учение, для крачевого, закачивающих школы, и, естественно, для развития института, образования и перемаркотовки самим миром. Мы выполнили определенные проекты, и вполне отзвездных суммей можно дожиться, все расчеты сделаны, и это настоящий, ну, живой проект. В этом году я в 2018-м декабря, я справедливо взлетовал на Санкт-Петербург, на сети телекоммуникаций на форуме Актера, там собрались все специалисты по телекоммуникациям. В принципе, они были очень любыми, говорили о высоких материях, но о том, что вести для каждого декабря, они на него практически не сдали. Так, теперь по международной связи у нас связи очень хорошей с Северной Союзом. С Северной Союзом у нас в числе и с Северной Союзом. В этом направлении в рамках Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом. В этом направлении в рамках Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом. В этом направлении в рамках Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом. В этом направлении в рамках Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом. В этом направлении в рамках Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом у нас начали с Северной Союзом. Северной Союзом у нас начали с 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 Тема моего доклада, я здесь в рамках нашего относительно небольшого совещания в формате сессии, чуть-чуть хочу сузить, потому что если мы договоримся о женщинах по артическопиумсах, истории современной индустрии, то будут очень большие пласки и ничего не придется убить, догонятно сказать. Я поэтому хочу чисто, наверное, обозначить несколько моментов, о которых нужно, на мой взгляд, обязательно говорить. Прежде всего, о том, что у нас в исторической эволюции гендеров, изменения в социальной единственности женщин любой национальности, ведущей нашей многонациональной векутии, до сих пор остаются относительно малоизученным исследовательским ходом. Как во всех российских регионах, женские исследования векутии у нас продолжают опираться на работу по этнологии и исторической именологии. Ну, в принципе, это классические работы. Вообще, российская высокая волна интереса гендерным исследованием, которая началась еще в перестроечные годы, и, к сожалению, не накрыла нашу историю, если в европейской части эта волна оставила после себя существующие на постоянной основе центры изучения гендерных проблем, сложили ссылки из школы, то мы еще находимся относительно в таком, видимо, догоняющем состоянии в сфере гендерных исследований. Между тем, бесформно, что за прошедшее время в республике произошли радикальные изменения во всех социальных, в том числе и гендерных отношениях. Процессы в гендерной сфере многонациональной республики со своими своеобразными очень историческими традициями не могут, конечно, не привлекать интерес ученых, тем более в разрезе, скажем, городских и сельских поселений. Я хочу сразу перейти к вопросу изучения современных вызовов для отдельных групп женщин, в первую очередь женщин, представляющих коренные народы и сфокусироваться на речи многонационных народов сельево. Нужно, конечно, обязательно говорить о том, мы, видимо, привыкли немного говорить об этом очень обобщенно, не вдаваясь тонкости и в детали того, какие специфические вызовы существуют для женщин, представительных с малочисленных народов севера в Якутии, которые вынуждены адаптироваться к бесспорно растущему, демократическому, экологическому и на культурному давлению. Оборигенная группа женщин Якутии слабо изучена в качестве также актора в социальной жизни, больше появляется в обществе в качестве такого объекта интересного культурного, этнократического, продолжается, мне кажется, эксплуатация в качестве культурной самобытности исключительностью. Между тем, социальный статус, реалии идентичности и самореализации женщинного региона необходимо ставить в фокус внимания отдельных научных исследований, тем более у нас уже есть определенный, пусть и небольшой, напортрет, я имею в виду работы наших коллег, которых затронут не только глубокие исторические, перспективные исследования, но и текущие социальные процессы. Это работа Алексеевна Евдокихимовна, Тамасова, Лена Георгиевна. Есть интересные работы по характеристике возрастных параметров, и общие работы, в которых обязательно затрагивается гильдерная раскладка в районах проживания коллег-малочисленных народов. В этой связи я перехожу на интересные части. Нами был предпринят небольшой частный прикладной проект с интроспективой глубиной почти на 50 лет. Мы просмотрели прессу в советском времени, начиная с 60-х, 70-х годов, плюс проанализировали, предприняли такой компаратовый анализ с итогами полевых исследований с 2016-18-18 годов. Особенно для нас был сериен полевой сезон 2018-го года, когда мы смогли провести антитирование женщин, представительность коллег-малочисленных народов севера, в районах их проживания, в малых сельских поселениях. И сложилась, естественно, очень интересная картина. Я просто хочу просто утомлять всей этой водообъемной той полиброй, которая показала, какую большую дорогу проделали рядом с нами наши землячки, вот состояние людей, вовлекаемых, как бы так пассивно идущих, влекомых в общественные процессы, процесс социализации 1950-60-е годы, и превратившихся, не боюсь, наверное, сказать, в очень активных, действенных, агентивных таких вот субъектов общественной жизни, которые себя представляют сегодня в легенде, в поселениях республики Сахая-Кутия. Так вот, допустим, как вы знаете, 60-70-е годы в новообразованных арктических поселениях женщины в основном вовлекались в общественную жизнь в форумах посещения просветительских, культурных мероприятий, выхода на суббольки. Большое внимание уделялось вопросам организации советского быта, образования, воспитания детей. Поощрялось участие женщин в официальных государственных общественных мероприятиях, что вот показывают материалы советской прессы. Сегодня даже, наверное, это представить сложно, что можно человекопочтить за то, что он пришел в путь, чтобы отпраздновать 8 марта, или в Митина какой-нибудь такой определенный афициоз именно в качестве женщины, вовлекаемой в советский образ жизни. Естественно, тогда пропагандировался образ советской женщины аборигенки, успешно сочетающая семью, производство. При этом ее обычность, я обратила внимание, обозначалась исключительно хозяйственными и культурными характеристиками. Она, понимаете ли, владеет традиционными знаниями природы и окружающей территории, занимается шитьем мехового изделия, обладает промысловыми навыками. Ничего не говорится в той прессе, в том, естественно, общественном, государственном факторе, что она чувствовала, о чем она мечтала, о чем она на самом деле хотела и с какими стрессами из-за того, что она сталкивалась с своей повседневной жизнью. Что показывает материалы последних пектов? Тема сохранения юридической самобытности, языка и мультуры, территории традиционного хозяйствования, находится в поле зрения всех женщин, попавших в наше обследование. Вопрос устойчивого развития этнических общин, сохранения языка и культуры, функционирования этно-центров обязательно находится в повседневном дискурсе женщин-аборигенов. Нужно, наверное, обязательно указать на то, что поголовно практически все опрошенные женщины-аборигенки признали необходимость поддержки, и воспитания, и пропаганда родного языка, и знания, хотя бы основной родной культуры, своих детей, и посещения этнических центров. И сразу для оператива просто упомяну, что в местах проживания этих женщин, женщины и лифтокси на гостей, также очень толерантно относятся к тому, что оборигенки относятся к очень быстрым пиететам, критикным вопросам языка и воспитания детей на родном языке. Особенно в сельских районах это характерно для районов проживания русского старожеческого населения, где почти подавляющее большинство признало фактор функционирования, повседневное функционирование языка и обучение детей, воспитание детей в дошкольных учреждениях на родных языках. Я уже заканчиваю, потому что здесь мы очень много говорим о больных вопросах сосуществования культурно-рочисленных народов в условиях доминирования ими количественно преобладающих этносов, но нужно сказать, что сравнительный анализ с теоретичных результатов последних лет с материалами предыдущих периодов, я имею в виду наш большой проект «Женщина из севера» поиска новой социальной единичностью, проведенный почти 20 лет тому назад, показывает, что в повседневной жизни, в локальных сообществ, участие женщин-оборигенной в общественной политической жизни остается в определенном смысле больственным явлением. Оно с одной стороны отражает действительно существующую высокую социальную активность, с одной стороны, а с другой стороны оно достаточно формализовано. По сравнению, скажем, с нерусскими годами, я должна отметить снижение интереса всех женщин, независимо от национальности, к различным политическим компаниям и аксиам. И еще одно явление, которое я обязательно должна озвучить в качестве предварительного, наверное, вывода по анализу наших материалов, это то, что женщины-оборигенки активные, участвующие в жизни своих общин, своих поселений, на первое место ставят интересы народа, этноса, они сюда позитивируют именно как представительниц этнических общин, и только после этого, где-то на втором, и даже, возможно, на третьем плане, существуют проблемы генгерные, чисто женские, которые они, насколько мне показалось, считают менее важными, чем проблемы этнических общин. Возможно, что это связано с тем, что женщины-оборигенки прежде всего чувствуют угрозы и вызовы для культурной согласности и жизнеспособности своих этнических общин. В условиях длительного экономического кризиса, выдавливания с территории традиционного проживания, ухудшения экологии, общественную политическую активность этих женщин, конечно же, сосредоточилась в первую очередь в отстанивании жизненных интересов своих народов. У меня все, спасибо за внимание. Тема доклада Анасты Дмитриевны «Устойчивое развитие треных малочисленных налогов севера, условия безопасности, общественного». Как бы, резюмируя выступление Элимина Кейтинова, я хочу сказать, что немаловажную роль вот в такой активизации женщин, представительниц коренных малочисленных народов севера, вероятно всего сказалось некоммерческо общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов севера, которая сегодня будет, в этом году отмечает 30-летие со своего образования. Это, наверное, достаточно долгое время для организации, которая считается общественной. В тему сегодняшней конференции я бы хотела перед вами пройтись по истории понятия «Устойчивое развитие». Что это такое? Потому что, на мой взгляд, сегодня это несколько подзабыто, а просто по инерции иногда говорят. Вы знаете, что существует такое большое, достаточно известное объединение бизнесменов крупных, значит, экономистов-ученых, юристов и так далее, который называется «Римский клуб». Слышали, да? Вот этот «Римский клуб» издавая в 1974 году такой большой труд предела роста и проанализировав пять переменных показателей, такие как мировое население, индустриализация, загрязнение окружающей среды, производство продовольствия и истощение ресурсов, предсказали экономический и социальный крах в 21 веке. Глобальный такой вывод был сделан. Следствием вот этого вывода явилась бурная экологизация всей науки и социально-экономического развития, создание программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и принятие в 1980 году Всемирной стратегии охраны окружающей среды, в которое впервые включено понятие «устойчивое развитие». Вот устойчивое развитие определяется как гармоничное, то есть правильное, сбалансированное, равномерное развитие. Это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Исходя из этого определения, представляется, что тысячелетний опыт сосуществования коренных народов Арктики с окружающей средой является настоящим примером устойчивого развития для данных природных условий. Восприятие этого опыта современным технократическим миром – одно из условий экономического развития этой сложнейшей климатической природной зоны – земли в парадигме концепции устойчивого развития, в которой поставлены три задачи – сохранение систем жизнеобеспечения, сохранение биоразнообразия, обеспечение устойчивого использования в возобновляемых ресурсах. В ходе дискуссии в 2000 году в ЮНЕСКО принято «Хартия земли», лейтмотив которой заключается в следующем – пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основывающегося на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всем сообществе живого, принципах экологической целостности, всеобщих прав человека, уважения к культурному многообразию, экономической справедливости, демократии и культур мира. Отсюда закономерное обращение мирового сообщества к традиционным знаниям коренных народов, которые прописаны в Декларации Организации Объединенных Наций о биоразнообразии 1992 года. Ну вот у нас Вячеслав Иванович уже несколько, почти десятых лет, наверное, является пропагандистом, традиционное знание, является членом международных групп по изучению этого явления во всем мире. Также, да, совершенно недавно он выступал во многих в Мексике, по-моему, с этими вопросами. Россия присоединилась к концепту устойчивого развития только в 1996 году, когда был издан указ президента. В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла повестку дня в области устойчивого развития и установлено 17 целей его достижения. От преодоления бедности, ликвидации голода, до обеспечения бедренного равенства, о чем говорила Леонид Иннокентьевна, принятие срочных мер по изменению климата. По предотвращению изменения климата, так вернее, Аналитический Центр при правительстве Российской Федерации в 2016 году выпустил доклад о человеческом развитии в России, посвященном реализации этих целей. Вероятно, реакцией на не очень утешительные выводы служат подписанные президентом России 12 национальных проектов, над исполнением которых вся страна сегодня очень усиленно работают. В 2009 году было принято постановление правительства Российской Федерации о концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В нем говорится, устойчивое развитие малочисленных народов Севера предполагает укрепление социально-экономического потенциала, сохранение исконной семьи обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой, я подчеркиваю, целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешних и будущих поколений. Последнее предполагает, что представители народов Севера должны самоутвердиться в сознании собственной важности сохранения природного потенциала Земли, что особенно нужно для арктического региона, куда сегодня устремлены экономические интересы государства и бизнеса. Это документная задача органов власти на решение следующих задач. Укрепление социально-экономического потенциала, что особенно существенно для арктических районов Якутии, где более половины жителей сегодня представители этих народов, и сохранение среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки государствам и мобилизации внутренних ресурсов самих народов. То есть это взято из мировой концепции. Истоком принятия данных решений стало кризисное состояние традиционных отраслей хозяйствования, связанное с интенсивным промышленным освоением территории традиционного природопользования. Как следствие нарастания общей бедности, которая также связана с труднодоступностью мест проживания и качелья. К сожалению, в республике Саха-Якутия этот документ не нашел своего продолжения. Хотя в Хантамансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономных округах они были приняты сразу же после указа, после принятия правительством Российской Федерации этого документа. Но Якутия по-прежнему считается передовым регионом в России по постановке государственной политики по отношению к коренным младчистным народам Севера. С принятия в 1994 году этих основ прошло достаточное времени, многое изменилось, установилась правовая система России. Недавно на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге директор Музея антропологии и этнографии Андрей Головнев сказал, что предназначение государственных органов управления Арктикой состоит сохранение коренных народов и тундровой жизни. Считаю необходимым проанализировать на уровне правительства Государственного собрания Ютумен, научных кругов исполнение этого документа имеется в виду основ концепции государственной политики, национальной политики в республике Саха-Якутия и разработать концепцию устойчивого развития КМНС до 2030 года с видением до 2050 года. А также основываясь на действующих международных федеральных нормативных актах, включить в состав стратегии и программу социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха-Якутия подраздел устойчивого развития коренных младшинственных народов Севера, предусмотрев в нем комплексный подход ко всем этническим группам народов Севера, не выделяя из них только проживающих в Арктике. Южно-центральные группы также нуждаются в государственной поддержке. Солесобрались сконцентрироваться при этом на восстановлении традиционного хозяйства, причем разделив на две составляющие тундровое и таежное оленеводство, на развитие этнического образования и культуры с упором на возрождение родных языков. В институциональном плане, на мой взгляд, в прошедшем году допущены существенные перекосы. На самом деле, в подписании указа президента Российской Федерации о включении еще восьми субарктических районов Якутии в состав арктической зоны ведущую роль играл Госкомитет по развитию Арктики и его руководитель Николай Прокопий Романович. Надо отдать должное. Как экономист и финансист, Прокопий Романович за год своей работы сумел построить работу Комитета. С ним стали считаться в федеральных структурах положительные результаты исполнения государственной программы развития Арктики также связаны с усилением контрольных функций Комитета. Поэтому вызывают неудоумение его перевод в Министерство сельского хозяйства, а также передачи туда управления оленеводством, ракировка охотничьим рыболовным хозяйством. Данный факт показывает отсутствие системного подхода государства в отношении народных северов. По моему глубокому убеждению, традиционные отрасли хозяйства как этнообразующие базовые элементы культуры должны быть в одних руках, а не заставлять людей, которым так трудно добраться до Якутска, бегать по всей столице в поисках ответа на свои проблемы. Необходимо воспользоваться опытом Министерства по делам малочисленных народов Севера 1992-1993 годы, когда все вопросы от экономических, строительных, гуманитарных сосредотачивались в одном органе государственной власти. Все, спасибо. Я хотела уточнить вы используете термо «этническое образование». Этническое образование. Этническое? Да. Что это и есть? Какое? Вот элементы, которые поддерживали этническую культуру, в том числе язык преподавания, вы сами прекрасно знаете ноги нашумевшие 202-е постановление, правительство, которое завтра будет отменено, оно говорит о том, что многие вот школы, монокомплектные школы, а в населенных пунктах, где проживают КМНС, в основном такие школы, они практически сегодня будут переведены, были бы переведены в разрез начальных школ. Понимаете? В этом случае вообще говорить о том, что будут преподаваться там эвенский, венкийский или какой-то другой язык, абсолютно не имеет смысла. Потому что часы не те, ФГОС не позволяет. И вообще с введением ФГОС у нас были очень хорошие достижения в 2009 году, когда был приказ тогда еще министра Егора Петровича Ширкова о том, что преподавание эвенского языка, например, и других родных языков, оно даже осуществлялось, если, то есть полностью финансировалось по норме в 18 часов, даже если не было этого. А оказывается, на сегодняшний день во все родные языки, во всех школах переведены на состояние факультативного и дополнительного образования, что никак не помогает этому. Так? Вот я об этом говорю. Но если такие школы, скажем, возьмем, возьмем, у нас только себя Гольская, наверное, да? Можно считать полностью, которая может полностью ввести многие предметы на родном языке. Или больше, вот, Енгельская, Эвенкинская школа, где тоже частично идет преподавание. То есть я об этом говорила. О том, что там не только язык, но в целом и самосознание детей, оно должно идти вот в русле того, что они представители определенного этноса. Я нисколько не умоляю, что при этом должно существовать и преподавание якутского языка. Но, естественно, русский, само собой. И я бы еще сказала, что дети у нас сегодня должны знать еще один иностранный язык. И либо английский, либо, ну, сегодняшний, я думаю, китайский. Ответила? Нет? Кому еще дальше? Комментарий? Просто комментарий. Ясно. У нас не такой большой состав, к сожалению, несмотря на то, что у нас в городе более 5 тысяч представителей коренных молочесленных народов Севера. Актив у нас, к сожалению, не очень большой, а еще меньше экспертный, так сказать, состав нашей ассоциации коренных молочесленных народов Севера. И вот у нас была надежда, что в связи с созданием министерства Арктики у нас все-таки больше вопросов будет аккумулировать, большинство вопросов будет аккумулировать в этом министерстве. К сожалению, получилось у нас обратное. У нас просто-напросто это распыление, так сказать, зон ответственности прошло практически по многим министерствам, и на сегодняшний момент просто произошло удвоение количества различных заседаний, куда надо просто успеть сходить, посетить, делать вопросы, в той или иной степени касаться коренных малочисленных народов в сеть. И это очень для нас как раз печально, потому что получается, что по некоторым вопросам мы просто должны решать один, то есть фактически один и тот же вопрос, мы должны идти и в Минсельхоз, и в Минанктики, и еще в Министерство экологии и природопользования и местного хозяйства. Вот такой получается на сегодняшний момент ситуация. Это связано с традиционным природопользованием. Штат Франш, можно я тоже презентировал, да, потому что в процессе нас касается, да, действительно, к сожалению, произошло такое же распределение этих полномочий и распределение, как и Штат Франш сказал, мы тоже об этом в своей позиции говорили, что нужно сосредоточить все вопросы комплексов в одном месте. К сожалению, пока вот это оставлено в таком виде, мы, конечно, будем продолжать обсуждать этот вопрос, да, и все-таки надеемся, что мы сможем комплексно подтвердить решение вопросов в КМС. Ну и хотел бы еще прокомментировать предложение Августа Умирина, уже раз в части мастера ДЭКИ, да, сказать о том, что сегодня в перечне государственных программ из улицы Харибутия, который завершен, да, как мы с ним советом, наша программа, она как раз так и называется «Государственная программа по развитию Арктики и устойчивости корректов в севере». То есть этот вопрос учтем, и в него будут входить не только арктические уровни, но и все те, которые всегда традиционно проживали в традиционных хозяйственных деятельностях. И, Михаил Александрович, тоже небольшой тоже еще такой комментарий. Я понимаю, что у нас нет, не токировка, я просто в качестве еще, может быть, предложения, в качестве продолжения всего этого разговора, очень мало инструментов в министерстве для общего регулирования этих всех вопросов. Вот в этом плане интересен статус, например, возьмем Трукнева, который курирует вопросы Дальнего Востока и Арктики. Он, ну, не просто там министр и так далее, который пополномочный нам представитель, да, так мы сейчас обсуждали премьеру поведенства. Вот что-то может быть возможно, я не знаю, возможно ли это вот у нас. Ну и еще, хочу сказать, у нас, к сожалению, отдел города Севера очень маленький, мы тоже вопрос ставим, потому что нам не дали три штатные единицы, которые мы в России. Поэтому здесь просто общественность тоже нас поддержать, что нам необходимо все-таки хотя бы пять населений, населения, 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 хотя бы пять человек, чтобы работать просто в Казани. Хорошо, уважаемые друзья, переходим к следующему нашему докладчику. Слово предоставляется Вене Степановне Ивановой, полномочным по правам коренных молочистых народов Севера в Республике Сахай-Кюзе, тема докладов, промышленная своей и коренных молочистых народов Севера. Спасибо. 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 Спасибо.